друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет с торговыми идеями и конечно же на youtube канал не забывайте ставить лайки это очень важно самая лучшая мотивация для каждого на спикера в данном случае для меня ну что ж давайте к повестке экономического календаря сегодня нас ожидает очень много макроэкономических отчетов буквально уже совсем скоро в 9.00 по московскому времени выйдут данные по ввп германии далее нас ждет выступление лагард очередное и сейчас каждое выступление лагард это практически потенциальная бомба для европейской валюты для европейского фондового рынка потому что с некоторых пор европейский центральный банк сменил вектор своей монетарной политики начал серьезно пускать возможность повышения ставки на одном из предстоящих заседаний далее в 15.30 по московскому времени выйдут данные по заказам на товары длительного пользования один из очень важных компонентов позволяющих оценить общую динамику ввп сша ну учитывая что все сейчас практически многие скажем так хоронят американскую экономику ожидая рецессию совсем скоро конечно же такого на формат отчета имеет большое значение в оценке общей экономической ситуации американской экономики далее в 17.30 выйдут данные по запасам нефти в сша сейчас мы чуть подробнее поговорим по запасам потому что это важный релиз который точно повлияет на поведение рынка нефти в ходе текущей торговой сессии ну и пожалуй самым важным событием всей торговой сессии будут протоколы последнего заседания американского регулятора которые будут опубликованы в 21.00 по московскому времени протоколы по сути дорожная детализированная карта будущих изменений в монетарной политике американского регулятора на основании того что обсуждалось во время прошлого заседания поскольку у нас самые теплые скажем так воспоминания от прошлого заседания потому что тогда индекс доллара получил очень хороший заряд для восстановительной динамики я всерьез полагаю что протоколы а станут хорошим напоминанием тем кто все-таки уже засомневался в том удастся ли доллару сохранить восходящий тренд продолжит развитие бычьей динамики и снова укажет на перспективу изменения процентных ставок повышение ставки на ближайших заседаниях давайте начнем с рынка нефти который радует покупателей соответственно нас с вами потому что мы давно определили бычьи перспективы этого рынка 112 долларов за баррель уже по бренду WTI идет чуть ниже но в целом у них корреляция практически на стопроцентное 112 долларов за баррель это значит что мы еще ближе к первой цели в 115 мы обязательно сделаем и цель максимум не на ближайшие месяцы друзья в ближайшие на неделе это 120 долларов за баррель сейчас на стороне покупателей нефти достаточное количество факторов это ожидание что с 1 июня в Шанхае смягчат на ковидные ограничения и практически полностью отменит локдаун и конечно же смягчение ковидных ограничений можно поставить абсолютно справедливый знак равно будет равносильно в восстановлению и началу буста экономической активности который сильно просела из-за действующих ограничений но последующий рост экономической активности перезапустит один из крупнейших финансовых и промышленных центров собственно а китая вместе с восстановлением экономической активности будем рассчитывать на адекватное восстановление спроса на углеводороды данные по запасам которые я подсветил нефти нефтепродукты в сша почему имеет сейчас большое значение потому что на штаты сейчас находится в очень удручающем положении учитывая какой дефицит сейчас фиксируется бензина дизельного топлива на внутреннем рынке собственно отчет который по запасам мы разбирали две недели назад ну точнее этот счет мы разбирали неделю назад но соответственно это статистика которая отражала ситуацию на еще неделю ранее поэтому я думаю уместно говорить что отчет двухнедельной давности как вы помните запасы резко просили и нефти и нефти а продуктов и это снижение запасов а совпало с одним из этапов реализации программы байдена по продаже статистических резервов от нефти то есть запасы все равно снизились даже несмотря на то что на внутренний рынок поступало большое количество нефти и это доказывает что спрос на внутреннем американском рынке остается колоссальный этот спрос сейчас наблюдается на фоне дефицитного предложения и просто космических цен на бензин на дизельное топливо бензин последний опять же сводка на ценовая четыре с половиной доллара за за галлон если говорить по средней цене по штатам дизельное топливо который имеет принципиальнейшее значение для логистики вовсе бьет какие-то даже немыслимые уже рекорды существенно выше чем стоимость бензина средняя цена стоимость одного галлона дизельного топлива 6 и 5 долларов за галлон практически нету в прямом смысле сейчас дизельного топлива на восточном побережье поэтому вчера друзья администрация байдена допустила возможность продажи экстренной дизельного топлива бензина из федеральных резервов для того чтобы остановить рост цен на нефть и удовлетворить внутренний спрос цены на дизельное топливо только лишь за последние три месяца выросли в диапазоне от 40 до 50 процентов но в зависимости от штата и сейчас находится на минимальных уровнях в плане предложения предложение дизельное топливо на минимальных уровнях с 1990 года во многих штатах друзья это 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 правда введен режим чрезвычайного положения фактически приезжая на автозаправочную станцию вы вряд ли сможете даже в некоторых штатах заправить свой автомобиль потому что приоритетное обслуживание у а транспорта социального как бы назначения пожарные собственно полицейские автомобили и медицинских учреждений транспорта сейчас ситуация усугубляется тем что в эти выходные отмечается день памяти в сша и после чего стартует сезон активных автомобильных поездок активных транспортных скажем так перемещений сезон отпусков и по опросам которые были проведены многие американские домохозяйства скрипят зубами видя цены на топливо все равно не готовы отменить свои планы это значит то что они отправятся путешествия будут преодолевать сотни километров и друзья это будет способствовать еще большему росту спроса на топлива автомобиль нужно справлять роста спроса приведет к еще большему росту цен поэтому очень непростая ситуация в американской экономике но она по сути является сейчас лакмусовой бумагой который указывает на то что в мире реально уже сформировались условия очевидного дефицита предложения и растущего спроса который сильно опережает это самое предложение я рекомендую собственно как и ранее ставит только лишь на роста котировок бренды wti ждать сами тез следить за обсуждением нового пакета финансово-экономических санкций самим пытаться понять если шансы на введение энергетического эмбарго на поставки российских углеводородов если вы со мной согласитесь что в каком-то формате уже совсем скоро это решение будет принято вы изначально должны понимать что на рынке вот-вот разразиться кризис невиданных масштабов я имею ввиду шок предложение который станет причиной только лишь для одного вектора движения бренды wti это роста я не верю чудеса не даже допускаю возможности что каким-то образом где-то будут найдены альтернативные поставщики и спроса будет просто по щелчку удовлетворен в необходимом объеме это вряд ли произойдет в ближайшее время да и прежде чем это случится мы точно сможем с вами неплохо заработать добравшись брендом до 120 долларов за баррель по другим финансовым активам давайте тогда вкратце индекс доллара 101 92 сегодня протоколы последнего заседания американского регулятора это еще один сценарий опять же если протоколы поддерживают оптимизм тех кто ждет повышение процентной ставки это должно привести к росту доходности облигаций поддержать доллар для покупателей еще одно событие которое вот-вот может положить конец нисходящей динамике индекс американской валюты если нет то тогда будем ждать уже июньское заседание там индекс доллара развернется с вероятностью 99 процентов потому что ставку повысит золото которое рискованно мы оценили в качестве актива который может вырасти растет действительно 1862 доллара за тройскую унсу я думаю 1890 мы с вами увидим золото пользуется поддержка коррекции американского доллара и снижение доходности трежерис новозеландский доллар сегодня вырос больше чем на фигуру сейчас котировки 065 на вебинаре который состоялся в понедельник я давал акцент или на одном из последних брифингов что он новозеландский доллар может неплохо выстрелить потому что скоро будет повышена процентная ставка вот сегодня как раз на заседании и повысили на на целых пять десятых процента до двух процентов и предсказуемое движение роста актива для а тех кто не торговал новозеландским долларом и для тех кто в принципе упустил эту новости я просто хочу обратить ваше внимание друзья вот она подтверждение того что повышение ставки способствует укрепление курса национальной валюты именно этого мы с вами ждем в отношении доллара по австралийцу сейчас котировки 071 14 против доллара заседание резервного банка австралии меньше чем через две недели ставку тоже повысит поэтому купить австралийца еще не поздно американский фондовый рынок 3964 пункта по снг ждем снижение и сохранение медвежьей динамике доллар канаде цели 127 остаются прежние европейская валюта 107 11 вчерашний блок данных по индексам производственной активности сферы услуга хуже как и ожидалось прогнозов и значениях прошлых месяцев соответственно еще один блок слабых макроэкономических отчетов указывающих на то что экономика ес по-прежнему скатывается друзья в рецессию ничего не изменилось единственное что поддерживает евро сейчас это жесткая риторика лагарда и планы по повышению процентной ставки но не забывайте что план повышения процентной ставки в еврозоне предполагает ее рост до нулевой отметки к сентябрю а в сентябре ставка американского регулятора будет уже в районе двух двух с половиной процентов контраст монетарных политик на которой я делал акцент ранее остается главной силой движущей на средний долгосрок чтобы вы не отказывались от шартов по европейской валюте на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока